Дом Болтрушаев И отсутствующий здесь Татьяна Владимировна Цивьян за организацию этой конференции, этой встречи, а главным образом для себя лично за то, что эта конференция позволила мне вернуться к той теме, которая меня долгое время периодически мучила. Дело в том, что я в свое время занималась проблемой образов времени в литовском, славянском и русском языках, метафорами времени. И там все вроде как бы понятно, известно, там колесо времени, путник, предмет, контейнер и прочие метафоры, известные нам по когнитивной лингвистике. И среди примеров, которые мне попадались, один пример оставался у меня не очень понятный. Пример это из славянского языка зуб часа, зуб времени. Когда я в Словении в Любляне делала доклад по поводу метафор времени, Эрика Крыжичник, специалист по фразеологии, высказала версию, что имеется в виду зубчик колесика часового механизма. Тогда, как для меня, было совершенно очевидно, что это зоо- или антропоморфная метафора. То есть скорее я отнесла бы к этой области. И как раз вот это недоумение, которое вызвало у меня реакция Крыжичник, и послужило поводом внимательнее посмотреть зооморфные метафоры времени в славянском, русском и литовском языках. И когда я обратилась к этой теме, то первое, что я сделала, это я посмотрела, что делается в современном русском языке с этими метафорами. И вот нашла в национальном корпусе русского языка такие примеры, где время чаще всего ассоциируется, связывается метафорически с лошадьми, конями или птицами. Это те примеры, которые говорят о быстротекущем времени, естественно. В литовском языке похожие примеры. Это из словаря литовского языка. Мятый бега кайпрестуны, ликжир гайрестуны. Это годы бегут как скакуны, годы быстро бегут как скакуны. Время бежит, бежит как подкованное. И время бежит рысью. Время бежит как подкованное, отнесла к этой же группе, потому что подкованным это лошадь, конь. И бежит рысью. Рысью это тоже определение. Рещомис. Определение, которое относится к лошадям, к лошадиному бегу. Вторая группа – это годы как птицы. Не грусти, что годы улетели как птицы в теплые края. Годы летят как птицы мимо. И в словенском языке на самом деле я таких метафор не нашла, за исключением одной слабого такого примера, который лишь отчасти указывает так опосредованно на связь с лошадьми и конями. Узды часы, ки влечу посвященную сгодовинами цвет я зла. Узды времени, которая тянет посвященность истории в среду цветов зла. Явно очень такой литературный пример, но ничего другого в корпусе славянского языка я не нашла. И в словарях тоже не нашла. Ну и мы видим, что те примеры относились ко времени быстро пробегающему. И сейчас вот время как медленно протекающее. Время ползло как черепаха, ползло как слизень. Улиточно время ползет, время ползет как гусеница. То есть это все примеры, которые хорошо известны, но никаких других образов в современном русском языке по корпусу и точно так же по словарю не удается найти. В литовском языке образы время медленно ползет, как улитка, которая потеряла ножку, ногу. Время в одно мгновение остановилось. Оно медленно ползло как улитка. Какое разное может быть время, то медленное как улитка. Время виноградная улитка, ножки которой холодно ползти. Это из поэзии Майриса Бурокоса. И время ползло так медленно, как улитка у основания дерева. И в славянском языке тоже по корпусу мы могли бы сказать, время течет по улиточи, как улитка, и время тянется, как черепаха, ползет, как черепаха. В словецком можно говорить о том, что в современных трех языках время оценивается всегда с точки зрения быстрого протекания или медленного протекания. И образы, которые зафиксировались в языке, иногда фиксируются в словарях, но чаще фиксируются в корпусах. Это с одной стороны скакуны, конь быстро бегущий, и с другой стороны улитка, иногда черепаха, иногда гусеница или что-то. Вот из этой области. В славянском языке обнаружились еще несколько таких интересных примеров, из которых я здесь вот привела два. Метымко клюва час с грузичим клюном празднину. Время клюет пустоту угрожающим клювом, и челюсти старого года проглотили бесчувственное время. Вот эти примеры, которые являются таким переходным мостиком к тому, что можно было бы найти и что действительно обнаруживается в традиционных выражениях, связанных со временем. Сейчас я должна сказать, что я пробородила достаточно большое количество словарей, сборников, фразеологии русского, славянского и литовского языков, и, к моему удивлению, оказалось, что в русском языке практически нет выражений, связанных с метафорическими образами, как времени вообще, время, как абстрактное понятие, так и с конкретными отрезками времени, годом, сезоном, месяцем, днем и так далее. Я имею в виду зоометафоры. Тогда как в литовском и в славянском такие выражения обнаружились. Вот одно из таких выражений, которые отчасти, вероятно, можно связать с этим, с злообразами. Это пиктодена, риксу, пикджеля, павориты. Злой, плохой день нужно прогнать сорняком. Здесь отчасти возникает образ коровы, козла, домашнего животного, которые прогоняют, гонят сорняком. Следующий пример – это лейкоуш, оде гос, не па гаусси. Время не поймаешь за хвост. И следующие примеры – это лейко дэнтисаш, тросвар, го дараш трясни. Зубы времени острые, а зубы беды, несчастья, нищеты еще острее. И к этой же группе обычно даются такие примеры, как лейкос и рак минисуэда. Время и камень сжирает. Лейкос бега вискаэда. Время бежит, все пожирает. Лейкос вискария. Почему я отнесла эти примеры к этой группе зооморфных образов? Потому что суэда, эсти – это вообще глагол, который относится к животным. И поэтому пожирают, ну, в литовском языке вот таким образом пожирают животные. И еще один пример, где тоже идет речь о зубах. Это рудэнтис, эльгей, жемосдар, эльгясни. Зубы осени длинные, зубы зимы еще длиннее. То есть вот здесь у нас появляются две такие группы. Одна связанная с хвостом и со временем как таковым. И вторая связанная с зубами. Причем, с одной стороны, зубы времени, чему я очень обрадовалась, если вспомним, что меня интересовал как раз зуб времени. И с другой стороны у нас тут возникает вот этот образ осени. Осени и зимы, которые характеризуются длинными зубами. Причем они даже сравниваются по этому признаку. В славянском языке оказалось таких примеров больше. Зима има гладны зубы. У зимы голодные зубы. Здесь появляется объяснение, почему, с какой стати там зубы появляются и в литовском языке, очевидно. Другая группа летушная зима шини показывала правых зуб. Нынешняя зима еще не показала настоящих зубов. То есть это речь идет об угрозе, которую несет с собой зима. Угрозе, очевидно, голода или каких-то неприятностей. И в этом и здесь тоже проявляются, показываются зубы менее беззаботных времен. То есть менее беззаботные времена – это те, которые угрожают и показывают зубы. Зубы как оружие, как инструмент нападения и так далее. Ну и в одном из сборников традиционных выражений Эдбина Бойца нашлись и такие выражения, как «Ако зима зусты не уе зрепому маха». Если зима не съест губами, то она махнет хвостом. «Зима рада зрепому дари», «Зима любит ударить хвостом». «И дан е боли лувит и при главе, как репу». «День лучше ловить с головы, чем с хвоста». То есть здесь у нас появляется еще один орган – это голова, то есть хвост и голова. И ловить, как обычно, что обычно действие, которое обычно производится с животными. И последний пример «Ако зима не мига зрельцем, вот и позрепом». Если зима не двигает, дергается с мордой, рылом, то тогда бьет хвостом. Таким образом, вот эти примеры показывают, что в славянском пространстве традиционном, как кажется, можно собрать по частям некое существо, которое связано либо с зимой, либо, скорее всего, с зимой, характерной чертой которой являются зубы, и у которого есть хвост, и у которого есть морда, некая мордочка. Таким образом, в литовском языке мы видим гораздо меньше таких примеров. Но там все-таки есть намек на вот этого зверя, неопределяемого, неопределенного. То есть если мы в современной ситуации видим время, которое сравнивается с очень определенными животными или птицами, то в традиционной картине мы видим, что это животное неопределенное, это не какой-то известный нам зверь. Но и я все-таки не могла удержаться от того, чтобы не посмотреть внимательнее на этот зуб часа, потому что он меня все-таки мучил. И нашлись такие примеры в корпусе словецкого языка гигафида, где этот зуб часа выступает конкретно с действиями, которые связаны с пожиранием, поеданием. Монтажный стены туда наеда зуб часа. Ну, здесь меня глагол интересует, меня все остальное мало интересует. Сито ежесдавно сглодал зуб часа, то есть надкусил, сглодал, разожрал, разъел и так далее. Но удивительно оказалось то, что гораздо больше примеров, в которых этот зуб часа абсолютно не сочетается с глаголами пожирания, поедания. Это примеры, в которых Сесул разрушил, нападал, напал. Зуб часа неусмелия, немилосердный. Зуб часа ночи у Бога переправ под поредно при этом ему и дочем. Не хочет слушаться. Вила припущена на милост и немилост. Этот зуб часа может обладать милостью и немилостью. Ему можно сопротивляться и с ним можно сражаться. Таким образом, этот зуб часа, в конце концов, совершенно отрывается от образа, от зооморфных любых подобий, от образов и становится вполне самой по себе сущностью, которая обладает разрушительной силой. И, конечно же, это выражение зуб часа, я посмотрела по словарям других славянских языков, он есть у хорватов, он есть у сербов, он есть у... Причем, я думаю, что вообще у сербов он от хорватов. Он есть у поляков, у чехов. То есть он покрывает вот этот зуб час, именно в этой форме зуб часа. Он покрывает весь католический регион, и он, естественно, появился из латинского. Но что интересно, что в латыни форма – это дентесеви – зубы времени. То есть можно было бы предполагать, что и в эти языки, в славянске, тоже оно могло бы попасть в форме зубы времени. Однако оказывается, что в этом значении разрушающего, всеуничтожающего времени вот это выражение в славянские языки, в западные и южные славянские языки, попало как раз в этой форме единственного числа, что отрывает его от народно-поэтической традиции, в которой зубы времени связываются с таким признаком времени, а конкретно с таким признаком сезона, осени и зимы, которые характеризуются голодом. Таким образом, ну и, соответственно, этот зуб часа выступает только в литературных или публицистических текстах и не встречается в народно-поэтических текстах. А в народно-поэтических текстах, в фольклорных текстах в качестве народного образа, так сказать, выступает как раз зубье конкретного периода зимы. Ну вот, таким образом, мне кажется, можно говорить и можно согласиться с тем, что категория времени – это категория, которая согласится с тем утверждением, но я про Гуревича сейчас говорю, и про его рассуждение о времени как о фундаментальной категории средневекового пространства, мышления, где он говорит о том, что, конечно, категория времени очень четко отражает изменения в жизни общества, и мы это видим, что категория времени даже в своих зооморфных образах, она, безусловно, связана с изменением отношения к времени. Если для современного человека, для современного мира очень важен такой признак метафоризирующий, как скорость протекания времени, то для традиционного мышления более важно как раз конкретное отнесение периода, а конкретного периода, ведь создание, традиционное создание более конкретное, но оперирует такими вполне конкретными отрезками, современный день, зима, осень, что-то уже понятно. И второе, что мне кажется очень важно, что при анализе такого материала всегда очень важна сфера, область, к которой относятся то или иное выражение, и всегда полезно посмотреть, откуда приходит то или иное выражение. Спасибо большое. Спасибо.